Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. Сегодня, как и каждый день, совет Таро на день. Сейчас мы посмотрим воскресенье. Что же посоветуют нам карты на воскресенье? Ну, соответственно, что может произойти и на что обратить внимание. Слушайте, такой будет у вас ленивый день воскресенье, показывает эта карта. Знаете, все будет идти медленно, тягуче. Вы будете лениться, прокрастинировать. Даже если у вас есть какие-то планы на воскресенье, точно могу сказать, что не сразу вы приступите к этим планам. Вот по этой карте действительно ленивый день, когда можно просто созерцать, можно ничего не делать и можно быть в себе, если так вам хочется. И, конечно, если кто-то со стороны будет пытаться вас призывать к каким-то действиям, призывать к чему-то, вы вряд ли, по крайней мере, в первой половине дня захотите именно что-то делать. Ну, это здорово. Отдыхать-то тоже надо иногда. Редко такая карта выпадает. А вот дальше все-таки будут какие-то передвижения, будут какие-то поездки. И с чем они будут связаны? Опять же, это воскресенье. У большинства, я могу сказать, знаю, что у большинства это выходной день. Поэтому все эти передвижения будут именно по домашним задачам. Может быть, кто-то поедет на шоппинг, а кто-то поедет к знакомым. Перемещение. Все-таки вы выйдете из этого состояния стагнации, насколько я понимаю, из того, что я вижу в картах, и начнете чем-то заниматься. А вот то, чем вы будете заниматься, будет связано именно с поездками и передвижениями. Смотрите, вот на что обратить внимание. Даже не могу сказать, на что обратить внимание. И какие-то предостережения. Нет никаких предостережений. Только вот здесь, вот по первой карте. Я знаю иногда, что по этой карте люди, когда это происходит, начинают по какой-то причине раздражаться и нервничать. Что ничего не происходит. Но опять же, это когда есть какие-то дела, когда идет какой-то процесс. Тут я никакого процесса не вижу. Вижу только прокрастинацию и лень. Вот. Ну, вот так разрешите себе полениться. Давайте посмотрим еще одну карту. Ну и хочу сказать, что для некоторых вот эти передвижения и эти поездки будут кому-то. Тут я вижу женщину. Женщина старше 45. Женщина светленькая, с темными глазами. Скорее всего, насколько понимаю, что цвет волос приобретенный. Я всегда говорю, что особенно у женщин, еще и старше 45, очень нелегко понять, какой же у них настоящий цвет волос. И вижу я именно то, что я вижу. Вижу вот силуэт, вижу цвет глаз, вижу цвет волос. А ее ли это цвет волос или нет? Это вопрос спорный. Да и зачем нам? Женщина очень открытая, женщина добрая. И женщина заботливая. Вот для некоторых из вас я хочу сказать, мальчики, тут это может быть встреча с вашей девушкой. Это для тех, у кого, как я понимаю, отношения на уровне boyfriend-girlfriend или только познакомились. Также я могу сказать, что для некоторых мальчиков в этой поездке вы познакомитесь с этой женщиной. Ну а для всех остальных это может быть встреча с подругой, это может быть встреча с родственницей какой-то. И встреча с коллегой, это тоже возможно. И могу сказать, встреча приятная, и вы получите от нее удовольствие. Знаете, вот по всему этому раскладу я хочу сказать, день спокойный, никаких напряжений я не вижу в этом дне. И даже я же говорю, все эти поездки, все эти передвижения, они будут вам в радость и в удовольствие. Поэтому принимайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok